Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги Иисуса Новина, но вначале давайте прочтем довольно интересное письмо из поселка Жирнов Ростовской области. Пишет нам, как он сам себя характеризует, наш постоянный слушатель Василий Павлов. «Я прошел долгий путь жизни. Мне 76 лет, и что только я не испытал. И голод, 1933 и 1934 год, и войну, и землетрясения. Там, где я проживал, город был разрушен до основания, осталась только церковь с покосившимся куполом. И перед войной я видел природные явления, да и многое я повидал. И вот, когда задаешься вопросом, «Разве что все это угодно Богу, чтобы страдало человечество?» В одной из наших передач мы уже немного говорили на тему зла и страданий в мире. И на вопрос нашего слушателя можно прямо и кратко ответить. Нет, Богу не угодно, чтобы человек страдал. Не для этого он его создал, и не это было его целью, когда он поместил его в Эдемском саду, подчинив ему все живые существа. Человек был создан для радостного общения с Богом, с миром, с подобными ему людьми. Вспомните, о чем идет речь в первой главе книги «Бытие» «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Кто же виноват в том, что страдание проникло в мир? Что касается первых людей, Адама и Евы, это был их добровольный выбор. Бог предупреждал, что их непослушание обернется страданием и смертью. По сути дела, Адам прекрасно знал, что совершенное ими приведет к серьезным последствиям. Ведь, провозглашая наказание, Бог определенно заявил, что это вопрос жизни и смерти. Но человек больше склонен был верить сатане, который сказал то, что им так хотелось услышать. Нет, не умрете. «Бога ослушалась Ева, а все человечество страдает», — продолжает наш радиослушатель. В Ветхом Завете написано, что сын за отца не отвечает, а также и отец за сына. А получается иначе. Ева ослушалась Бога, а человечество в ответе. Действительно, непослушание одного человека привело к тому, что все стали виновными. Но, с другой стороны, кто может сказать, что он безгрешен? «Все согрешили и лишены славы Божией», — отмечает апостол Павел. А псалмопевец Давид определенно заявляет, «Не оправдается пред тобой ни один из живущих». Когда мы изучали Евангелие от Иоанна, вспомните, как поступили обвинявшие женщину во грехе. Они привели ее к Иисусу, искушая его, требуя, чтобы он совершил суд над ней. Но слова Иисуса «Кто из вас без греха первый брось в нее камень» заставили всех разойтись. Ни один не мог утверждать, что он безгрешен. Мы не знаем, каким образом грех Адама и Евы проник во все человечество. Писание не вполне объясняет это. Однако факт остается фактом. Непослушанием одного все сделались грешниками. Вместе с тем, в Библии есть и другая истина. Она заключается в том, что Бог оправдывает человека в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет по этому поводу в послании к римлянам. «Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так и правдою одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Осуждение всех людей в Адаме кажется несправедливым. Но ведь и оправдание человек получает не за собственные заслуги, а благодаря Иисусу Христу. Поэтому можно с уверенностью говорить о любви Божией и о том, что Он создал человечество не для того, чтобы мы страдали. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, — говорит Бог устами пророка Иеремии. «И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Таким образом, Бог допускает страдания в жизни человека с одной единственной целью — для того, чтобы мы искали его. Часто, живя в состоянии благополучия, мы, подобно благословляемому Богом народу израильскому, становимся глухи к призывам Божьим. К сожалению, только переживая страдания, мы приобретаем способность слышать его голос, поневоле поднимаем глаза свои к небесам. В книге Иова так и говорится, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. А английский богослов Клайв Льюис писал, что, допуская страдания, Бог проявляет слишком много любви, а не мало. Таким образом, Он привлекает человека к себе, чтобы мы познали истинное счастье в Боге. А теперь давайте продолжим изучение книги Иисуса Новина вместе с доктором Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к изучению четвертой главы книги Иисуса Новина, в которой повествуется о строительстве двух памятников. Однако перед этим я немного коснусь того, что было написано в предыдущей главе. Как сказано в Писании, во время перехода народа израильского через Иордан вода в реке стояла стеною до самого города Адама. Кстати, я так и не нашел, где именно находился этот город Адам. Вы знаете, что значит название этого города и что это вообще за город. Это город, откуда все мы произошли. Ведь Адам – отец всего человечества, и через Адама пришла смерть. То, что происходило у реки Иордан, символизирует смерть и воскресение Иисуса Христа и то, что Он сделал для людей на кресте. Это событие касается не только нас, живущих сейчас, через две тысячи лет после пришествия Христа, но и самого Адама, который дал начало всему человечеству. Вот в чем значение этого города. Как вы, наверное, помните, священники, стоявшие посредине реки, держали в своих руках ковчег. А ковчег, как мы знаем, это один из самых ярких образов Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете, хотя, конечно, там есть и другие выдающиеся символы. Более сорока лет. На протяжении всего похода по пустыне ковчег был сердцем Израиля. Каждую ночь все двенадцать колен разбивали свой стан вокруг ковчега. И вот сейчас ковчег, который символизирует Христа, оказывается впереди всего народа при переходе через Иордан. Христос, посланный на распятие, тоже пошел впереди нас. Что касается четвертой главы книги Иисуса Новина, то из нее мы узнаем о том, как были назначены двенадцать человек, которые должны были взять двенадцать камней со дна реки Иордан, а другие двенадцать камней были оставлены израильсянами посреди Иордана как свидетельство их перехода через эту реку. И когда священники, несшие ковчег, перешли через реку, воды ее сомкнулись. Итак, давайте прочтем о том, как были сделаны памятники из камней. Начнем со стихов с первого по третий. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите, «Возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Так они и поступили. А вот что произошло вслед за этим. Прочтем восьмой стих. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег, и положили их там. Двенадцать камней, взятых из Иордана, и положенных на западном берегу, должны были напоминать о том, что сделал Бог для Израиля». Прочтем далее девятый стих. «И другие двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня». То есть эти камни были на дне реки Иордан, когда Иисус Новин писал свою книгу. Этот стих имеет для нас огромное духовное значение. Чтобы понять всю его значимость, позвольте процитировать стихи с первого по четвертый и шестой главы послания к римлянам. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Но когда же мы умерли для греха? Неужели не знаете, что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Скажу еще раз. Христос пошел на смерть ради вас и ради меня. И об этом говорится в книге Иисуса Новина. В воды смерти, то есть в реку Иордан, положили двенадцать камней, которые должны были символизировать смерть Христа. А двенадцать камней, которые взяли из реки и положили на западном берегу, символизирует воскресение Христа из мертвых. Господь Иисус Христос умер две тысячи лет назад. И апостол Павел ясно говорит в шестой главе послания к римлянам, что мы объединились с Ним в Его смерти. Греческое слово «баптиза», которое переведено как «крещение», означает еще и «объединение», мы объединились со Христом в Его смерти, когда Он умер. Он умер за нас, и Его смерть стала нашей смертью. И когда Он восстал из мертвых, то и мы восстали из мертвых в Нем. И сегодня мы одно целое с живым Христом. Только соединившись с Ним, мы можем получать все духовные благословения. Итак, когда израильтяне перешли через реку Иордан, они стали гражданами Палестины. Они навсегда стали частью этой земли. И даже сегодня они называются палестинскими евреями. Когда они оказываются вне этой земли, их называют евреями в изгнании. Давайте свяжем этот факт с другим, тоже значительным фактом. Когда вы пришли ко Христу и приняли Его как своего Спасителя, Его смерть стала вашей смертью, а Его воскресение – вашим воскресением к жизни. И потому, когда вы захотите уйти от Него, пускай даже совсем ненадолго, подумайте, насколько трагично может обернуться ваш уход. В стихах с 4 по 7 из 2 главы послания к Ефесинам апостол Павел высказал одну очень важную истину. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены! И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Когда Христос умер, Он умер за ваш грех, чтобы вы имели жизнь. И когда Он восстал из мертвых, Его жизнь стала вашей жизнью. Сегодня вы соединены с живым Богом. И это одна из величайших истин Слова Божия. Теперь давайте прочитаем стихи с 19 по 22. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым, «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел Иордан сей по суше». Из этих стихов можно сделать вывод, что мы должны учить своих детей Евангелию. Это главная задача родителей. Ничто не сравнится с привилегией родителей вести своих детей к спасительному познанию Христа. Моя жена, пользуясь этой привилегией, привела нашу дочь Господу. Это обязанность родителей. Прочтем далее двадцать третий и двадцать четвертый стихи. «Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, который иссушил пред вами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Все, что Бог сделал для народа Израилева, Он сделал для их пользы, а также для вашей пользы и для моей. Он сделал это, дабы все народы земли познали, что рука Господня воистину сильна. Именно сила Господней руки обеспокоила Хананеен, когда они узнали, что израильтяне перешли реку Иордан. Из этой главы мы должны усвоить, что именно ковчег идет впереди и разделяет реку Иордан. Именно ковчег, а не жезл Моисея. Ковчег несут священники впереди всех. Так и Христос принял смерть перед нами, но в нашей жизни Он идет вместе с нами. Иордан символизирует не нашу смерть, а смерть Христа. Теперь мы обратимся к изучению пятой главы книги Иисуса Новина. Из этой главы мы узнаем, как был совершен обряд обрезания, как перестала падать манна с неба и как израильтяне начали есть хлеб этой земли. И, наконец, мы узнаем, как Иисус Новин повстречался с вождем воинства Господня. Итак, вначале давайте прочитаем о том, как испугались Амареи. Вот первый стих. Когда все цари Амарейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари Ханаанские, которые при море услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не встало уже в них духа против сынов Израилевых. Как мы помним, река Иордан в это время тоже выходила из берегов, поэтому Амарейха на ней не ожидали, что израильтяне так скоро перейдут реку. Они думали, что переход начнется только после того, как вода спадет. Они были уверены, что у них еще много времени, чтобы подготовиться к битве, но с ужасом обнаружили, что Бог позволил Израилю перейти через Иордан без всяких промедлений. Далее мы читаем о том, как было обрезано новое поколение израильтян. Вот стихи со 2 по 5. «В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания». Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. «Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути поисшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан». Оказывается, молодое поколение не соблюдало обряд обрезания, который являлся символом Авраамова завета. А ведь именно Авраамов завет давал израильтянам возможность вступить в землю ханаанскую. И во время странствования по пустыне об обряде обрезания просто забыли. Читаем стихи с 6 по 9. «Ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь склятвуя обещал от самых, дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетской, почему и называется то место Галгал даже до сего дня». Итак, израильтяне не соблюдали обряд обрезания ни по духу, ни по плоти. Дети Израиля сорок лет скитались по пустыне до тех пор, пока Господь дал этим людям детей. И вот именно их Иисус Новин сейчас обрезал. Тем самым Бог снял посрамление египетское, заключавшееся в том, что в последние годы египетского рабства евреи перестали соблюдать обряд обрезания. Поэтому место, где Иисус Новин обрезал детей Израилевых, назвали Галгал, что означает снятие. Прочтем теперь 10 стих. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах иерихонских». Итак, весной, в сезон дождей, Израиль совершил обряд обрезания и Пасху. Посрамление египетское было снято с Израиля. Бог обещал дать потомкам Авраама землю, и это обещание скоро должно было исполниться. Здесь мы обнаруживаем еще одну глубокую духовную истину. Старая природа бесполезна. Она не способна ни унаследовать, ни даже вкушать духовное благословение. Поэтому апостол Павел говорит в 17 стихе 5 главы послания к Галатам. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Апостол Павел знал, что ветхая плоть бесполезна. И он также знал, что самой по себе новой природе не хватает силы. Об этом мы узнаем из 7 главы послания к римлянам. И обрезание детей израилевых явилось признанием этого факта. Читаем теперь 11 и 12 стихи. «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресники и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». В Новом Завете говорится, что манна символизирует Христа. В стихах с 49 по 51 из 6 главы Евангелия от Иоанна записаны такие слова Христа. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Манна символизирует Христа в его смерти. Христос пришел на землю, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Когда же Израиль вошел в Ханаан, манна перестала падать, и народ стал есть произведение той земли. А далее в этой главе мы читаем о встрече с божественным гостем, вождем воинства Господня. Вот стихи с 13 по 15. Иисус, находясь близ Ерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь свято. Иисус так и сделал. Это был призыв и назначение Иисуса на вина на служение. Точно так же был призван и Моисей на равнине Маниама у горящего куста. Моисею тоже было сказано снять обувь, ибо земля, на которой он стоял, была свята. Итак, народ Израилев перешел Иордан и разбил стан на западном берегу. Быть может, как-то утром Иисус на вин встал и оглядел весь стан. Зрелище было впечатляющее. Он увидел все двенадцать колен Израилевых и, наверное, почувствовал гордость. Теперь он командует всем этим народом, и центр всей жизни израильтян его шатер. Но потом он взглянул в сторону и на краю стана увидел какого-то человека с обнаженным мечом. Он, наверное, подумал, а он тот человек, видимо, не знает, что я здесь командую. Пойду-ка объясню ему, что к чему. И так он подходит к этому человеку и говорит «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Сегодня этот вопрос мог бы звучать так. Кто это смеет без моего приказа доставать меч из ножен? Тогда этот человек, который, по моему убеждению, был никто иной, как предвоплощенный Христос, повернулся к Иисусу на вину и сказал «Нет, я, вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Обратите внимание, что делает Иисус на вину, слышав такой ответ. Он падает ниц перед этим человеком. Как видите, он наконец-таки понимает, что центр израильской жизни находится совсем не в его палатке. Центр жизни израильсян – престол Бога. Бог идет во главе народа израильского. А Иисус на вину никакой не вождь воинства Господня. Он лишь принимает приказы от высшего главнокомандующего. В этом мы убедимся, читая следующую главу книги, где рассказывается, как Иисус Навин будет водить войско израильтян вокруг стены Иерихона целых семь дней. Если бы на шестой день вы подошли к нему и сказали «Генерал Иисус, на мой взгляд, вы делаете большую глупость», он бы, наверное, ответил «Да, я тоже так считаю». «Так зачем же вы так поступаете? Ведь вы здесь командующий». Я думаю, на это Иисус Навин ответил бы, «Вы ошибаетесь. Я не командую, я только выполняю приказы, которые мне дает мой начальник. Я всего лишь командир, выполняющий приказы генерала. И все, что я делаю, я делаю по приказу сверху». Друзья мои, это примеры для нас. Но мы продолжим нашу передачу в следующий раз. На сегодня наше время заканчивается. В следующий раз мы продолжим эту передачу. Всего вам доброго. До новых встреч. Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214 Санкт-Петербург Абонентский ящик 39 Трансмировое радио. Я повторю, 194-214 Санкт-Петербург Абонентский ящик 39 В адресе обязательно указывайте Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов в 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлим всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать «Благую весть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова